Наркотики, зло или как испортить жизнь в 16 лет. В Волжске полицейские задержали двух молодых парней, которые зарабатывали тем, что продавали запрещенные вещества в своем городе и в соседних регионах. При личном досмотре у них обнаружили 34 свертка с синтетикой. По предварительным данным, подростки в сети интернет приобретали оптовые партии уже расфасованных по дозам наркотиков, которые впоследствии прятали в тайниках. Информацию о местонахождении так называемых закладок размещали на незаконных торговых площадках в темном сегменте сети интернет и продавали наркопотребителям. Примечательно, что молодые люди ранее не привлекались к уголовной ответственности и даже не попадали в поле зрения полиции. Оба несовершеннолетних являются студентами образовательных учреждений Волжска и характеризовались только с положительной стороны. Убийство на почве ревности. 34-летний житель Мари-Турекского района заподозрил свою подругу в измене и, придя к ней в гости, поймал с поличным. Мужчина не смог стерпеть оскорбления и зарезал соперника ножом. Суд признал его виновным и отправил в колонию на 8 лет. Жадность последнего ума лишает, гласит народная мудрость. И эта пословица как нельзя лучше отражает поступок заместителя главы администрации города Звенигова. На днях женщину задержали полицейские. Ей предъявлено обвинение по статье Уголовного кодекса «Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий». С февраля по сентябрь 2020 года обвиняемая из корыстных побуждений требовала от 11 участников муниципальной адресной программы, проживающих в аварийном жилье на основе договоров социального найма, перечислить личные денежные средства на счет Звениговской городской администрации за переселение в новое жилье с каждого от 100 до 285 тысяч рублей. Часть денежных средств гражданами были перечислены. Преступление выявлено сотрудниками полиции. В настоящее время в отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. На территории Мариэл вновь увеличилось число пожаров. Самая распространенная причина – поджог сухой травы. Так, 19 апреля в селе Кумьяки Лимарского района произошла трагедия, которая унесла жизнь пожилой женщины. Пенсионерка пыталась самостоятельно потушить полыхающий на ее участке сухостой. Ей на помощь пришел сосед. Неравнодушный мужчина сообщил о произошедшем в противопожарную службу, а сам побежал к своему дому, чтобы взять лопату и оказать женщине помощь в тушении. Он вернулся совсем скоро, однако к этому моменту огонь уже успел перекинуться на стену дома и стену сарая. Хозяйки квартиры на участке уже не было. Возможно, она вернулась в горящее строение, чтобы вынести необходимые вещи и документы. Ее тело было обнаружено огнеборцами во время ликвидации пожара. Площадь возгорания составляла около 244 квадратных метров. Отстоять дом и надворные постройки было уже невозможно. Пожарные не дали огню перекинуться на участке соседей. В этот же день в деревне Мари-Шалнер-Мари Турекского района огонь полностью уничтожил частный дом. Из-за размытой паводками дороги пожарным пришлось сделать большой крюк. А это потерянное драгоценное время. Площадь возгорания составила 60 квадратных метров. К счастью, никто не пострадал. Но строение спасти не удалось. Еще один пожар на этот раз в поселке Красный Стекловар Маркинского района уничтожил жилой двухквартирный дом дотла. Без документов, сбережений и крыши над головой остались несколько семей. Причина случившегося устанавливается. К дорожным происшествиям. За прошедшую неделю на территории республики произошло 10 аварий с пострадавшими. Вечером 16 апреля в деревне Озерки 29-летний мужчина на мотоцикле сбил женщину. Оба были госпитализированы. 17 апреля в Медведевском районе 13-летний подросток в результате ДТП упал спидбайка и с травмами попал в больницу. Еще один ребенок пострадал в аварии, которая произошла в тот же день в городе Казмодемьянске. Восьмилетний первоклассник на велосипеде в нарушении правил дорожного движения выехал на перекресток неравнозначной дороги, где по предварительным данным не уступил преимущество движения автомашине, в результате чего и произошло столкновение. Ребенок также получил травмы. 21 апреля в Волжском районе пожилая автоледи на Хюндай не справилась с управлением, слетела с дороги и опрокинулась. К счастью, она осталась жива, но получила серьезные травмы.